Лидеры мусульманских религиозных организаций Северного Кавказа заявили о полной поддержке внешнеполитического курса страны. Об этом говорится в специальной резолюции, подписанной членами Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Его руководителем, напомню, вновь избран Исмаил Хаджи Бердиев. Сегодня он гость нашей программы. Здравствуйте, Исмаил Хаджи. Благодарю вас за то, что нашли время принять участие в нашей программе. Недавно вы вновь избраны председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в связи с чем мы вас сердечно поздравляем. Скажите, в чем, на ваш взгляд, главные, основные цели и задачи Координационного центра? Бисмилляхи рахмани рахим. Алхамду лиллях. Салату васаламу на Расулу лиллях. Спасибо за поздравление. Пять лет истекло, и вот поэтому надо было проводить съезд муфтиев. Мы все собрались. В разных местах обычно собираемся. То в Москве, то в Грозном, то еще в Черкесске было. И вот сейчас мы собрались по просьбе муфтии Осетии в Северной Осетии. В Северной Осетии там много мусульман. И много тех, которые не знают, что они мусульмане. Есть и такие тоже. Но мы считаем мусульманом того человека, который подчиняется воле Всевышнего, исповедует то, что предписано вот этих людей. Очень много людей собралось. Муфтии приехали со всех концов. По Волжье было, Ленинград, Казань. Муфтии собрались все. Наши муфтии, это из Дагестана сам муфтий не смог приехать. Он делегировал своего заместителя. У него была бумага, что он имеет право и голосовать, и выступать. Остальные муфтии лично присутствовали. Это Чеченская республика, Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Калмыкия, Адыгея, Краснодарский край. Вот они все присутствовали. Поставили вопрос, что вот за это время, с 1917 года, что было проделано. Председатель отчитался, то есть я, за это время, что у нас было. И вот с 1922 года, еще на 5 лет, мы определили, чем мы будем заниматься. Основная наша задача – это воспитание молодежи. Зачем мы создавали Координационный центр мусульман? Мы его создавали для того, чтобы жизнь на Северном Кавказе, у мусульман, она шла именно по тому пути, который нам бесплатно от Всевышнего. То, что нам показал пророк наш Мухаммад, алейки салату ассалам. И мы стараемся идти по этому пути. Исмаил Хаджи, поделитесь, пожалуйста, своим видением событий, происходящих на Украине, и что думают по этому поводу члены Координационного центра. По этому поводу я один раз и выступал, говорил, почему все это так случилось. И все муфтии, они поддержали меня, они тоже выступили, точно так же. Сказали, что они поддерживают нашего верховного главнокомандующего, президента нашей страны Путина Владимира Владимировича. По-другому быть не может. Ведь Путин, когда он выступал, он говорил, что мусульмане – это неотъемлемая часть Российской Федерации, что они живут на своей земле. Он это говорил, он это подтверждает. И если вы помните, когда дали звание героя из Дагестана парню, он сказал, что он дагестанец, что он чеченец, что он всех национальностей почти перечислил, кроме карачаевцев. Я не знаю, почему он нас пропустил. Но это говорит о том, что Путин – это действительно президент вот этой великой страны, многонациональной, многоконфессиональной. И здесь очень много разных людей и разных религий, которые хотят перетянуть в свою сторону. Но он все это ведет по правильному пути. И вот это, я считаю, очень правильно. И мы всегда молим Всевышнего, чтобы Аллаху-Таала дал силы и здоровья нашим ребятам, которые там выполняют свой дух. Они не просто там, они нас защищают. Поэтому мы полностью, все муфти, полностью они поддерживают нашего президента. И, иншаллах, так и будет. В нашу жизнь прочно вошли современные гаджеты – айфоны, смартфоны и так далее. В этом море информации легко заблудиться, когда один и тот же факт преподносится, ну, совершенно диаметрально разной точки зрения. Вот как вы для себя ориентируете приоритеты в этом пространстве? И что бы вы посоветовали нашим телезрителям, особенно от молодежи? Ну, я-то не смотрю, и поэтому меня это не нервирует. А очень много людей это нервирует. Получают какие-то эти по WhatsApp и начинают, вот, оказывается, так. Мне тоже присылали такие. Я посмотрел, Путин выступает и говорит, все, мы договорились с Украиной, воевать не будем, Крым отдадим. Ну, все. Я думаю, как это так? Кто такой мог придумать вот этот фейк? Я не знаю, как-то они там подогнали, чтобы подходил его голос этот. Есть очень много таких этих, их не надо слушать. А когда человек не знает, что делать, он должен послушать самого себя, свое сердце. Что оно ему говорит? И как он? Очень много людей, которые хотят по-другому. Чтобы была война, чтобы был вот этот вот конфликт. Есть и такие люди. Они, наверное, будут верить в это все, в эти фейки. Но основной части молодежи я хочу попросить их, чтобы они не верили этому всему, чтобы они послушали самого себя, свое сердце. Если у них доброе сердце, то сердце им подскажет, что не надо никому верить, надо верить только тем сообщениям, которые проверенные, выходят по телевизору, показывают, говорят, что это все проверено. Вот этому надо верить. А если приходят по WhatsApp, этому верить нельзя. Исмаил Хаджи, благодарю вас за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо. Я прошу Всевышнего, чтобы мы все жили в мире и согласии во всем мире. То, что у нас сейчас творится, это все пройдет. Пройдут времена. И хорошие времена. И, иншаллах, будем жить все вместе. В мире и согласии. Ас-Саламу алейкум, ва рахматуллахи таалах ва бараката.